Обзор распространенных бытовых прыскивателей и распилителей всех видов конструкций, их характеристики и работы, начиная от механических до электромотоблоков. Далее ремонт и настройка поршня сердцемеханических приводов. В конце показано самодельное универсальное устройство, в котором для сжатия воздуха применяется любое устройство, создающее давление в баке. Обзор. Небольшие расприлители, применяемые для цветов. Опрыскиватели. Ручной с рушей смесь берет с ведра. Ручной поршневой смесь берет с ведра. Ручной поршневой. Ранцевый с верхней подкачкой, для подкачки он снимается с плеч. Ранцевый с боковой подкачкой, подкачка производится непосредственно на плечах по движению. Электроустановка для большого огорода. Работа мотоблоков. Ранцевые прескатели бывают. Механические, электрические. Руток аккумулятора на 12 вольт. И мотофунковые. Привод у которых бензиновые двери. Часть вторая. Ремонт и настройка поршня сердца механического привода. Начнем с простого распылителя. Разбираем. Снимаем поршень. Подбираем шайбу Гровера. И вставляем ее в поршень. Утопляя на 1 мм. Собираем. Ремонт и настройка поршневого опрыскивателя. Поршень является сердцем всех видов опрыскивания. Как мы видим, из-за неплотности поршня 300 грамм налил, 200 грамм в рукав, а 100 грамм на деревья ушло. Для устранения плохого прилегания поршня делают тужинное металлическое кольцо. Вставляем металлическое кольцо в середину резинового манжета. Для его фиксации делаем шайбу с пластика. Поставляем зазор примерно 1 мм. Проверяем. Собираем. Второй вариант. Используем уплотнительное кольцо с пластиковой трубой. Замеряем длину шурупа. Ножницами обрезаем лишнее. Сопрягаемые стыки должны быть косыней. Вставляем, фиксируем. Отполом. Далее, после первых качков, крепления ручки и поршни расшатались. И если их вовремя фиксировать, то ручка останется в руке, а брошенна в цилиндре. Поэтому ставим шплинты. Поршень смазываем силиконовой смазкой. Собираем. Появился здоровый звук. Как видите, наш поршень стал потуже, но протеканий нет. Сравниваем. Это было. А так стало после настройки. В конце вы видите самодельный универсальный распылитель на все случаи жизни. Разновидности баков, которые можно применить в этом устройстве. Керосинорез, лампа паяльная и примусы имеют свой насос для сжатия воздуха. Поэтому, применим небольшие переустановки, их можно непосредственно применять для опрыскивания. Так как у них имеется свой насос для сжатия. Бытовой бачок для газа, любой емкости, огнетушитель и так далее, включая фляги и герметичные бачки. У кого на сколько фантазии хватит. Для образования давления в баке можно применить любое устройство, создающее сжатие воздуха. Начиная с резиновой груши, любого насоса авто, мото, вело, лодка, а также любые бытовые компрессоры. Начиная от ингалятора, компрессор холодильника, компрессор кондиционера, автокомпрессор на 12 вольт и на 220 вольт и бензиновые двигатели. Вверху заборной трубки можно сделать отверстие. Раствор, проходящий через трубку, подхватывает воздух. Тем самым создает лучшее распыление, туман и меньше расход раствора. Диаметр отверстия подбирается индивидуально. Исходя из создаваемого давления в бачке, который вы смогли создать, применяя определенный агрегат. Это отверстие должно быть не более тонкой и диаметром до 0,1. Исходя из создаваемого давления в бачке. Буду рад, если я вам помог сориентироваться в этом большом разнообразии. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, которым я делюсь своим наолетним опытом все, что касается дома, квартиры, дачи. С подходом ко всем вещам по жизни нового рационализатора. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.